Привет! Сегодня у меня был тяжелый день. Во-первых, потому что моя мама запретила мне идти на вокал из-за дождя. И я не сходила в свою любимую кофейню на улице Горького. Это первое. Второе. Я должна была взять на передержку собаку моего знакомого. И знаете что? Но он передумал. Он не передумал, мам. Если он мне напишет и скажет, забирай собаку, я заберу, прям побегу и заберу ее. Потому что... Мам, не надо. Следующее. Я встретилась с своей родственницей. Это не родственница, Сова. Запомни, раз она всегда. Успокойся. Я встретилась с бабкой. С теткой? С теткой хорошо. Которая минует себя якобы своей... Ну, мам, все, хватит быть токсиком. Моя мама брось от своего мужа, который ей не нужен. И я нашла себе другого красавчика. Да. Качка. А как ты знаешь? Откуда я знаю? И вот бабка красавчик, кстати. Какой мой брат? А ты не тот, который ей нынцы? В общем, моя мама, она считает, что у меня нет больше отца и нет больше бабки. А он самолепедировал. Я. Ты знаешь, мам, я записываю сегодня песню. Послушайте мои новые песни. Которые я, кстати, покажу. Из телеграммы сейчас. Мне Игорек их скинул. Ой, у меня что-то нагалось. Так, ладно. Короче, без разницы уже. Похер. 14 узнаем. Вот, у меня вот, не знаю, ой, не знаю, что это, не знаю. Зачем я ему скидываю тексты свои песни? Ладно. Это классная песня. Будем все ее сейчас слушать. А? Не знаю, что это. Не знаю, что это. Ха-ха-ха. Нет. Не знаю, что это. Не знаю, что это. Которые. звучать вообще там же повторять а вот кстати удоб это типофит должен быть ну коллаборация но я пока что не знаю и она еще не сведенная поэтому тут минус но принесли на мая даже не уже дадут мою собаку 2 часа назад все все пофиг вам потом в твои комментарии мы слушаем мои песни это место будет для другого чулка который здесь должен быть но пока что не знаю будет он здесь нет а еще мне здесь какой-то акцент это и это и 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 мы и и и и и и и и и ну нормально да я считаю вот сегодня записала короче эта песня она состоит из матов фак 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 я здесь очень много матов поставляла вот такая сегодня злая так мама тихо мама конечно не может меня простить она говорит ты за все расходы мама я хотя пойти на курс бариста но там не куда работает это мой когда-то бывший парень он очень хотел работать но молчу тихо мама ты не знаешь эту историю но нет мамам знает 17 ноября я нашла видео где орала что какой-то игре мой парень ну короче мой парень он был абьюзером но он как сказать абьюзер мама но не тормоз но он просто не любил когда девушка она работает без него на типа если я хожу в школу ну как бы он был против этого мама здесь пожалуйста я конечно его полностью поддерживаю потому что он был моим парнем вот так вот он искал себе работу но он не знал кем ему стоит работать и он нашел работу бариста но он не понял но не въехала немножко что это значит тихо мам тише мам ну не называй вот так он не тормоз он хороший ну да он моторчик а вот и ну ты меня сбил смысле он хотел устроиться работать бариста и он просто пути по я согласен за это на эту работу пойти а ему горят вас опыт есть он говорит нет они ему сразу но вы нам не подходите но только потом потом он въехал что значит бариста через какое-то время так и мама хочет чтобы я пошла куда-то работать и вообще пофиг мне вот я работаю репетитором и радую жизни слушаем песню которую записала сегодня тоже без сведения поэтому это кстати бит я выкопила скажем так очень очень смешно она и 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 Ну, короче, вы поняли, да, здесь будет что-то такое, это для меня совершенно новый стиль, поэтому, может быть, песня какая-то не очень, но я думаю, когда Игорёк её сведёт, всё будет окей. И да, эту песню, ой, этот бит я купила совершенно другого битмейкера, и что я могу сказать? Классная песня, классный бит. А, мам, ты знаешь, что Игорь повысил цены на свои услуги? Слушай, я ничего не знаю. Слушай, охренеть, он тебе новый микрофон купил, он сказал, если ты хочешь классный звук, лучше... Наташ, мы не миллионеры же, Наташ, мы разве не родственники. Я, короче, записала всё на новый микро. А мама не знает, куда она отправила? На 200 рублей повысила, ты думаешь, почему 1000 рублей? В общем, типа, на 400 рублей... Ты же мама против. Ну, мама против, она каждый раз, когда им отправляет какую-то предоплату, там одно и то же сообщение, принеси белый шоколад. Нет, это снова не тот мужик, который должен мне принести собаку. Это какой-то телеграмм, который мне бесконечно пишет. Короче, моя мама отправляет какие-то любовные смс-ки ему со своего Сибирбанк-эккаунта. А я думаю, что он не орёт, Игорь? Слушай, я ему 1000 раз на 400 рублей меньше. 0 рублей отправить, да? То есть я ему шлю, он поднимает настроение, он восхищается моими сообщениями. Тут бас! А ты откуда знаешь, что он восхищается? Ну, раз мы учились, значит, мы учились. Никто ему... Ой, господи. Билл-шоколад с... Миндамином называется. Игорев. И сразу уже пригодали, как кого-то. От кого? Нет, кого? Ты не подошла к нему, сказала? Нет. А мы что, миллионеры? Наташ, я тебе рекламу делаю, скажи. Ой, 947. А мы разве не родственники? Мы уже почти родные. Я даже исперла твою поломанную... Чё? Это какую-то... Миша, Куфи, Олайтовую... Так, мама, мама, всем... Всё, 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 всё.